Легенда такова. Где-то в горах Архиза сошла лавина. Поступило сообщение о том, что во время стихии пострадал человек. Задача спасателей – разыскать пропавшего. В ходе учений будут отработаны три способа поиска – с помощью технических устройств, с привлечением кинолога и с использованием специальных зондов. Условным пострадавшим довелось побывать мне. Сначала меня закопали в лавину, а затем начались поиски. Освободить меня из снежного капкана спасателям пришлось аж целых три раза. Один из которых стал возможен благодаря использованию лавинных датчиков. Туристы, когда уходят далеко в горы или когда занимаются феррайдом, обязательно надевают такую штуку. Сейчас я предоинвестирую, как она надевается. На шею. На шею, да, внутрь. Она включается. Вот вы можете здесь посмотреть. Мой бипер сработал как своего рода маленький маячок, который излучал спецсигнал. Его и пытались найти спасатели. Для человека, попавшего в снежную лавину, этот прибор становится практически единственным шансом на быстрое спасение. Очень важно знать, что, отправляясь в горы, особенно зимой, необходимо соблюдать меры предосторожности и обязательно зарегистрироваться в подразделении МЧС. Необходимо обязательно регистрироваться у нас. Это, в первую очередь, нужно для безопасности самих туристов, чтобы мы могли понимать, где они находятся, нитка маршрута, и когда начинается маршрут, и какого числа он заканчивается. Ну а о том, чем завершились учения для нашей съёмочной группы и что необходимо делать, если вас накрыло лавиной, вы сможете узнать, посмотрев выпуск программы «Твой выходной» уже в это воскресенье в 19.00. Мадина Лайпанова, Далиль Мирза, Радамир Князев, Архист, 24.